Академия наук 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 внесения поправок законодательства, поэтому сегодня законопроект будет возвращен во второе чтение. И сейчас неясно, и председатель Государственной Думы Нарышкин не дает никаких комментариев даже о дате проведения третьего чтения, потому что мы, фракция коммунистов, имеем свое видение, мы имеем свои поправки к этому законопроекту, причем радикальные. Они не с потолка взяты, они взяты по консультациям с научной общественностью, и мы тоже хотим их учесть, и мы хотим понимать, сколько времени мы на это получим. Ну вот в такую молчанку играет руководство Государственной Думы. Ну, возможно, после возвращения сегодня на пленарном заседании во второе чтение, третье чтение будет назначено на конец этой недели. Но точно этого не знает никто, потому что власть, по всей видимости, боится огласки и хочет втихую провести вот эти изменения свои, которые они наметили. Зачем им это надо? Бизнес ничего личного? Ну, приватизация – это собственность, это большие деньги. Хочется поскорее, чтобы все забыли эту историю, и собственность пошла по тем потокам, которым уже, наверное, намечены. Ну, а судьба лаборатории, ученых, оборудования, вот сейчас подходили ученые и говорили, что практически на советском оборудовании продолжают работать, вместо того, чтобы поддержать вот эту научно-техническую базу, решаются такие вопросы, фактически, продажи. Их не волнует, к сожалению. Вот такой цинизм. Закон абсолютно не конституционен. Наука и научно-техническая деятельность относятся к предметам совместного ведения. Закон должен был в соответствии с 72-й статьей Конституции уйти в субъекты Федерации в течение 30 дней. Они должны были дать свое заключение. Поэтому продавленный у этого закона – это наихудший сценарий. Это грубое нарушение Конституции Российской Федерации. А зачем им это надо? Вы знаете, мне кажется, что здесь есть два... Как ни странно, я сейчас постараюсь выступить адвокатом Явола. По-видимому, среди наших высших чиновников появился инстинкт самосохранения и понимать, что нефть уже не спасает. И необходимо искать другие источники роста. Найти другие источники роста без науки нельзя. Но и с такой наукой нельзя. Поэтому, безусловно, необходима реформа Российской Академии наук. Они решили это сделать в одном варианте. Второй вариант, что может быть более достоверный, что значительная часть собственности, которая принадлежит сегодня научным институтам, они весьма привлекательны для эффективных менеджеров. И мелкое и неорганизованное воровство, это правда есть в научной среде отдельными начальниками от науки, предлагано заменить широкомасштабным, значит, и организованным воровством чиновников от правительства. Поэтому закон необходимо сносить, необходимо писать новый закон о науке и научно-технической политике. Потому что тот, который был принят в 1996 году, уже серьезно устарел, в него 29 поправок внесено. И, в общем, это первое. Второе. Я считаю, что государственное бюджетное учреждение абсолютно негодная форма. Единственная возможность в рамках действующего законодательства это учредить государственную корпорацию Российской Академии наук, потому что это единственная форма, которая сегодня позволит защитить имущество, значит, академических институтов и сохранить академическую вольность и самоуправление. Необходимо принять соответствие федеральных законов государственной корпорации Российской Академии наук. Надеюсь, что эта корпорация будет сильно отличаться от Алимстроя и Ростехнологий. Как вы считаете, удастся вернуть все-таки закон во второе чтение? Сегодня однозначно уже Единая Россия выступила за это. Другое дело, что за этим последует. Варианты такие, что либо в пятницу будут проталкивать подготовленные поправки, либо, возобладая здравый смысл, дадут возможность ученым высказаться и привести все в порядок. Как вы оцениваете вообще саму идею этого закона, родившуюся в недрах администрации? Вы знаете, это сформулировано в решении отделения математических наук, где этот законопроект назван опасной авантюрой. Почему? Ну, прежде всего потому, что он разрушает нашу систему, которая показала свою высокую эффективность. И ничего не дает взамен. Удастся отстоять? Будем бороться. Бунт ученых вызвал переполох на Лубянке. Спецуха отрядила целое подразделение из пресловутого Центра по борьбе с экстремизмом. Эшники выскочили на свет божий, аки окопные вши, испуганные дезинфекцией. Одиозный подполковник Бородин смотрел на происходящее глазами снулые рыбы, выискивая в толпе хоть кого-то ради предотвращения и недопущения. Но так никого и не задержал. Вы мешаете проходу пешеходам! Просьба освободить руку! Вскоре стало известно о том, что закончик возвращен во второе чтение. Ядросы, поставленные в интересное положение между недовольством Путина и гневом общественности, не решились обострять ситуацию. Итог – временная передышка, после которой возможно новое обострение конфликта. Ох уж эти умники, отличники, ботаники! Вечно они чем-то недовольны и суют нос не в свое дело. То ли дело троечники. Их больше, и они при власти. Кстати, тоже умеют считать. Правда, только деньги. Саша Сотник, Дмитрий Мелехин, Политвестник ТВ. Редактор субтитров А.Семкин